Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. ТЭК – топливно-энергетический комплекс, ключевой стратегический сектор экономики для России. Представление о нем, как о примитивной схеме обмена российского сырья на зарубежный ширпотреб, давно не соответствует действительности. К слову, недавно завершившийся Татарстанский нефтегазохимический форум это наглядно показал. Российский ТЭК – это мощный, наукоемкий сектор, который даже в условиях западных санкций развивается, не снижая темпов добычи и экспорта сырья. То, что есть неплохие разработки в области повышения нефти и газоотдачи пластов – факт. Их продемонстрировали и на форуме в Казани. Там же более предметно поставили вопрос о внедрении цифровых технологий при разработке месторождений. И даже ввели в обиход относительно новые понятия для российского ТЭКа – интеллектуальное месторождение. То есть даже с учетом падающей добычи нефти извлекать черное золото из глубины недр мы умеем. В Татарстане точно. Но какое применение сырью мы находим дальше? Опять же на форуме ни раз и ни два звучала известная всем цитата Дмитрия Менделеева. «Нефть – не топливо, топить можно и ассигнациями». О глубокой переработке нефти в России серьезно задумывались еще в 19 веке, во времена великого русского химика. И то, что в веке 21-м мы здесь все еще сильно отстаем от конкурентов – непростительное упущение. Татарстан сейчас превращается в уникальный полигон для отработки самых передовых технологий не только в геологоразведке и добыче сырья, но и в области нефтепереработки. Отрасли, которую в республике, можно сказать, создали с нуля. А также в сфере нефтехимии, где у нас великолепные возможности. Мы подробно поговорим о них сегодня в программе, а также вспомним о том, что ТЭК – это не только нефть, газ, уголь, но и мощнейший энергетический комплекс, который по большому счету является основой всему. Мы начинаем. Смотрите в этом выпуске. Нефтепереработка и нефтехимия – главные точки роста экономики Татарстана. Проведем свой анализ и оценим ближайшие перспективы. Впервые за всю историю Татарстана химическая промышленность получила первую особую категорию надежности. Энергетический комплекс Татарстана, как он изменился за последние пять лет? Что сделано и какие новые возможности это дало развитию промышленности в республике? Расскажут специалисты. Выработка электрической энергии увеличилась в два с половиной раза. Казанская ТЭЦ-3. Как создавалась крупнейшая в столице Татарстана теплоэлектроцентраль? Что она себя представляет сейчас? Интересные подробности. Таких показателей ни у одной станции в Российской Федерации просто нет. Нижнекамская ТЭЦ-ПТК-1. Надежность, эффективность и экологическая безопасность. Как совместить три в одном? Нефтегазохимический комплекс – это ключевой стратегический актив экономики Татарстана. На его долю приходится более 60% от общего объема промышленного производства в республике. То есть для Татарстана ТЭК – наше все. Но очень важный момент. Структура топливно-энергетического комплекса за последние 10-15 лет претерпела кардинальные изменения. Если в 90-е и нулевые доля нефтедобывающей отрасли была доминирующей, сегодня на первый план выходят нефтепереработка, нефтехимия и энергетика. Это при том, что объемы добычи нефти сохраняются на стабильном уровне. Но что принципиально важно – падает экспорт сырья и растет доля его переработки внутри Татарстана. По итогам 2017 года из 35 миллионов тонн нефти, добытых в республике, 16 миллионов отправлено на переработку. Произведено 1 миллион 700 тысяч тонн пластиков, 710 тысяч тонн каучуков, 217 тысяч тонн моющих средств, 14 миллионов шин. Президент Татарстана Рустам Мениханов ставит новую амбициозную задачу уже в ближайшее время довести показатель переработки нефти внутри республики до 23 миллионов тонн. Глубина переработки должна достигнуть 98%. Эта цель, впрочем, при всей ее амбициозности вполне реальна и достижима. В группе компаний Таиф удалось сформировать эффективную бизнес-модель, которая приносит результат. Основы этой модели составляют предприятия нефтехимии и нефтепереработки, а также энергетическая компания. В цифрах это выглядит так. По итогам 2017 года сальдированная выручка по всей группе Таиф составила более 593 миллиардов рублей. Группа компаний выплатила 52 миллиарда 600 миллионов рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. В том числе в бюджеты Татарстана около 17 миллиардов 600 миллионов рублей. Колоссальные средства. Но есть еще один показатель, который говорит о многом. В 2017 году группа компаний Таиф продолжила реализацию инвестиционных проектов, имеющих стратегически важное значение для экономики Татарстана и России в целом. Общий объем осуществленных инвестиций в строительство новых и обновление действующих производственных мощностей составил 73 миллиарда 900 миллионов рублей. И, конечно, основная часть это инвестиции в сферу нефтегазопереработки, нефтехимии, химии и энергетики. Почти 74 миллиарда рублей инвестиций в реальное производство – выдающийся показатель. Но принципиально важно, что для Таиф это, можно сказать, выбранный вектор развития, которому группа компаний следует уже четверть века. В период с 1995 по 2017 годы в основные фонды группой было инвестировано 567 миллиардов рублей. Это позволило практически с нуля создать в республике отрасль нефтепереработки, которую представляет компания ТаифНК. В настоящее время она включает в себя нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 7,3 миллиона тонн перерабатываемой нефти в год. Завод бензинов с проектной мощностью 1 миллион тонн в год и комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков. Проектной мощностью по переработке тяжелого сырья – гудрон, вакуумный газоль, мазут – до 3 миллионов 700 тысяч тонн. В нефтехимии же ставка на амбициозные проекты ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», входящих в группу компаний Таиф. Уже сегодня на их долю приходится 70% всех производимых в республике Каучуков, 42% пластиков и такая же доля по этилену. Причем важно отметить, что по основным позициям предприятий группы Таиф растут быстрее российских конкурентов. Впрочем, задачи работать на опережении никто не отменял. Для «Нижнекамскнефтехима» базой для этого станет строящийся новый олефиновый комплекс, мощностью в первой очереди 600 тысяч тонн этилена в год. Недавно подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о финансировании этого масштабного проекта знаменует новый этап в истории компании. Если взять Петербургский форум, кроме вот этого крупного кредита, который синдицирован Дочебанком для проекта «Итилен», таких событий нет. Это же в условиях санкций Евросоюза к России, значит, вот такой крупный кредит. «Казань-Орксинтез» продолжает курс в направлении модернизации действующих производств. А в более отдаленной перспективе строительство нового комплекса нефтехимических производств на базе переработки газового сырья. Про каждый проект в группе «Таиф» можно сказать, высоко рентабельный, с отличной перспективой. И это уже правило – норма для компании, цель которой – постоянный рост собственной капитализации. Сейчас идет реализация крупномасштабных проектов, о которых сейчас вам Арсен Магалевич говорил. Они должны существенно повысить капитализацию компании, которая является тоже доходом для нашей компании. Огромное значение «Таиф» уделяет такой отрасли, как энергетика. Главной целью деятельности энергетического комплекса группы компаний является надежное энергоснабжение предприятий и населения республики. Деятельность «Таиф» в области энергетики представлена энергетической компанией УАО «ТГК-16», в состав которой входят Нижнекамская ТЭЦ «ПТК-1» и Казанская ТЭЦ «3». В 2017 году на филиале УАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ «3» была введена в коммерческую эксплуатацию одна из самых мощных в мире газотурбинных установок – ГТУ-9HA-01 производства компании «Дженерал Электрик». Электрической мощностью – 405 мегаватт. По результатам внедрения данной ГТУ показатели энергоэффективности электростанции улучшились на 30%. Казанская ТЭЦ «3» удвоила установленную мощность и утроила выработку электроэнергии в комбинированном цикле. Мы вышли на совершенно недосягаемые прежде удельные расходы топлива, резко подняли экономичность, подняли надежность электроснабжения и теплоснабжения города Казани. То есть станция сейчас уверенно может смотреть на ближайшие 30 лет. Здесь надо иметь четкое представление. Все грандиозные проекты в нефтехимии и нефтепереработке стали возможны благодаря огромной предварительной работе. Тут все постарались – и проектировщики, и энергетики. По большому счету, вся энергосистема Татарстана за последние 5-10 лет преобразилась кардинально. Объекты, которые раньше казались нереальными, стали воплощением замыслов энергостроителей и создали отличную базу для дальнейшего развития промышленности. Что было сделано и какие перспективы открываются – узнаем у специалистов. Есть такое расхожее выражение – кто многого добивается, тому многого не достает. Амбициозно и Казань, и Татарстан прочувствовали справедливость этого тезиса на собственном опыте. Бурное развитие промышленности, строительство новых объектов, проведение масштабных мероприятий в столице – все это еще больше обнажило давнюю проблему республики, особенно Казанской и Закамской зоны – энергодефицит. Глобальные перемены произошли в течение последних пяти лет. Эксперты сходятся во мнении – Энергомост, Щелоков, Центральная, соединивший Казанский и Нижнекамский районы стал важнейшей вехой в новейшей истории не только Татарстана, всей России. Уникальная стройка, уникальное решение. В советское время на такие спецперехваты люди давали героя России, героя Советского Союза, героя соцтруда. Вот это такие люди. Это, скажем так, памятник, который воздвигли энергетики на многие годы вперед. Это работающий, это дающий людям свет, это дающий людям возможность развиваться, который действительно позволил экономике республики Татарстана развиваться новым производством и сделан огромный задел на дальнейшее развитие. Впервые за всю историю Татарстана химическая промышленность получила первую особую категорию надежности. Это и по Казани, и по Нижнекамску. Мы перебросили с вами энергию Кама на Казани. Новая линия электропередач Щелоков Центральная была построена всего за два года. Просто невероятные темпы, и это в условиях меняющейся погоды и с учетом сезонного характера работ. А задача перед энергостроителями Татарстана стояла действительно масштабная. Перекинуть несколько сот мегаватт энергии на сотни километров. Новая воздушная линия Щелоков Центральная напряжением 220 кВт протянулась на 230 километров от Елабуги до Казани. С вводом этого объекта республика решила сразу две глобальные задачи. Казань получила новый независимый источник энергии. А промышленные объекты Закамья – стабильное и надежное энергоснабжение. Появился третий независимый источник в Нижнекамском промоузле. Никогда со времен Советского Союза не было трех независимых источников в Нижнекамском промоузле. Благодаря этой работе последние два года, это 16-17 год, в Нижнекамском промоузле, вы просто вдумайтесь, не было ни одного отключения промышленных производств по вине внешнего электроснабжения. Вот просто взяли и закрыли этот вопрос. А следующий этап – это то, что в этом году бросили энергомост в Казань. Здесь надо понимать, что энергомост «Щелков-Центральный» стал, можно сказать, финальным аккордом, огромной предварительной работой, проведенной нашими энергетиками. За последние пять лет была проведена реконструкция подстанции 500 кВт «Киндери», 220 кВт «Кутлу-Букаш», подстанции 500 кВт «Бугульма», 110 кВт «Южная», подстанции 110 кВт «Юбилейная» и 220 кВт «Центральная». В 2013 году была введена в работу подстанция 500 кВт «Щелоков». Для основных бюджета образующих комплексов Нижнекамского энергорайона была создана надежная схема энергоснабжения. Третьим независимым источником питания на этой территории стала подстанция напряжением 220 кВт «Бегишева», введенная энергетиками в 2016 году. Кроме того, практически полностью была снята застарелая проблема энергодефицита в Казани благодаря строительству подстанции «Щелоков» 500 кВт, а главное – вводу в эксплуатацию одной из самых мощных газотурбинных установок на казанской ТЭЦ-3 в 2017 году. Мы не зря часто в этой программе упоминаем казанскую ТЭЦ-3. Значение ее не только для промышленности Татарстана, в особенности для крупнейшего предприятия в Казани – Казань Оргсинтеза, для всей столицы – огромно. Совсем недавно казанская ТЭЦ-3 отметила свой полувековой юбилей. Как для человека, так и для предприятия эта дата рубежная, но в случае с казанской станцией уместнее говорить скорее о второй молодости, чем о каком-то солидном возрасте. Мы уже рассказывали в прошлых выпусках нашей программы, что теплоэлектроцентраль давно нуждалась в модернизации и серьезных инвестициях, которые Татэнерго обеспечить не могло. И только после того, как казанская ТЭЦ-3 стала частью группы ТАИФ и компании ТГК-16, в ее жизни произошли те самые благоприятные изменения. О новой судьбе станции под крылом надежного инвестора в продолжении программы. Каким должно быть предприятие, снабжающее Казань теплом и электричеством, надежным и мощным, ответим мы. Таким, как казанская ТЭЦ-3. Теплоэлектроцентраль, построенная еще во второй половине прошлого века, сегодня является крупнейшим энергетическим комплексом столицы Татарстана. Это уже не то предприятие советского образца, которое было в 70-е, 80-е и 90-е годы. С 2010 года с вхождением в состав группы компаний ТАИФ на ТЭЦ началась активная реализация программы модернизации, затраты на которую составили более 20 миллиардов рублей. Была проведена большая работа, были внесены изменения в тепловую схему старой части станции, изменена тепловая схема и реконструирована электрическая часть. Эта работа была этапная, она фактически завершилась на данном этапе в прошлом году вводом в работу газотурбинной установки. Первым этапом программы модернизации стало техническое перевооружение паровой турбины номер один. Вторым этапом была проведена реконструкция электрической части. Это позволило обеспечить Казань-Ургсинтез электроэнергией по первой категории, то есть от двух независимых источников. И, наконец, финальным аккордом комплексной модернизации стало внедрение на ТЭЦ мощнейшей газотурбинной установки в России. В общей сложности энергоблок возвели почти за два года. В его основу заложена уникальная газовая турбина 9HA-01 производства компании General Electric. С момента ввода в эксплуатацию казанская ТЭЦ-3 претерпела множество изменений, но самым масштабным мероприятием стало строительство вот этого газотурбинного энергоблока. Если раньше общая установленная мощность ТЭЦ составляла 384 мегаватт, то с запуском этой установки она составила 789,6 мегаватт, то есть увеличилась более чем в два раза. С внедрением газовой турбины на казанской ТЭЦ-3 выработка электрической энергии увеличилась в два с половиной раза. При этом основной показатель экономичности станции в день расход топлива на отпущенную электрическую энергию сократился на 27%. За прошедшие 8 месяцев этого года выработка электроэнергии казанской ТЭЦ-3 составила более 3 миллионов киловатт-часов. Отпуск тепловой энергии составил более 1200 гигакалорий. Данные технико-экономические показатели ТЭЦ могли бы быть лучше, но в связи с принятием новой схемы теплоснабжения Казани до 2033 года практически полностью сокращается отпуск тепловой энергии в горячей воде по двум тепловодам, а это отрицательно сказывается на эффективности работы станции и приводит к росту тарифов для населения. Однако даже эти факторы не мешают ТЭЦ оставаться надежным источником тепловой и электрической энергии для населения и предприятий Казани. Основным потребителем казанской ТЭЦ-3 является ведущей предприятией химической промышленности Российской Федерации это ПАО «Казанер Синтез». Также станции обеспечивают тепловой энергией такие предприятия, как тепличный комбинат «Майский», Казанский завод силикатных стеновых материалов, Казанский завод железобетонных изделий. В горячей воде станция обеспечивает нужды населения авиастроительного, московского, новосавиновского и кировского районов города Казани. Особое внимание казанской ТЭЦ-3 уделяет природоохранной деятельности. Систематически проводится оценка состояния окружающей среды. Исследуется состояние воды, воздуха и почвы. В настоящее время на предприятии реализуются проекты, направленные на энергосбережение и уменьшение негативного влияния на окружающую среду. В новой газовой турбине внедрена инновационная камера сгорания, которая позволяет существенно уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тем самым сократив негативное воздействие на окружающую среду. Внедрена автоматическая система контроля промышленными выбросами. Реализуются ресурсосберегающие технологии. На Казанской ТЭЦ-3 эксплуатируются несколько видов очистных сооружений. Но на этом развитие Казанской ТЭЦ-3 не завершается. В рамках реализации инвестиционной программы в ближайшие пять лет здесь продолжится замена устаревшего оборудования и переход на современные высокотехнологичные условия работы. А это значит, что всего через несколько лет мы увидим вновь обновленную теплоэлектроцентраль. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана и люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика по понедельникам в 22.10. Одна из крупнейших теплоэлектроцентралей в Европе и самая крупная в Татарстане. За полвека Нижнекамская ТЭЦ-ПТК-1 смогла достигнуть такого уровня, о котором в советское время ее создатели и не мечтали. Сегодня она обеспечивает энергией весь нефтехмический комплекс региона. По итогам хозяйственной деятельности за 2017 год Нижнекамская ТЭЦ выработала 4,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Отпустила тепла на 17,8 калорий. Эти цифры являются одними из самых больших за историю выработки для работы станции. Несмотря на солидный как для человека, так и для предприятия возраст, станция сейчас по сути переживает вторую молодость. Уже в начале нулевых было понятно, что только на опыте и традициях развиваться невозможно. Нужна была перестройка работы, глубокая модернизация. И понятное дело, для этого нужны были колоссальные инвестиции. Новый этап для Нижнекамской ТЭЦ-ПТК-1 наступил тогда, когда она вошла в генерирующую компанию ТГК-16 в составе группы ТАИФ. По сути, в этот период для Нижнекамской ТЭЦ-ПТК-1 открылась новая страница в ее истории. С 2010 года, с тех пор, как станция входит в группу компаний ТАИФ, ОАО ТГК-16 инвестировала в наше производство на ремонт и модернизацию основных фондов свыше 6 миллиардов рублей. Наша станция является уникальным объектом электроэнергетики с точки зрения способности выработки тепловой энергии. Это 3746 гигакалорий часовых. Также и по способности выработки химически обессольной воды. Это порядка 3000 тонн часовых химически обессольной воды. Таких показателей ни у одной станции в Российской Федерации просто нет. А происходит все здесь, в цеху, где вода очищается от солей и минералов. Как известно, не любая вода может стать теплоносителем, а только специально подготовленная. Производительность схемы обессоливающей установки составляет 1450 тонн в час. Работа ведется в круглосуточном режиме на полную загрузку. Операторные на любом производстве, на особым счету. Здесь полушутя полусерьезно говорят. Это и сердце цеха, и его мозг одновременно. Большинство производственных процессов автоматизированы. Работа оборудования выведена на экран компьютера, где отражены основные показатели. Главная задача аппаратчиков – вести постоянное наблюдение и анализ. Здесь происходит химоксисольная кампская вода. В установке у нас осветители, где происходит притворительная очистка кампской воды. После осветителя вода поступает на механические фильтры, где происходит уже вдаление взвешенных веществ. Потом есть установки ажикотионирования и анкотионирования, где на фильтрах загружены фильтрующие материалы, соответствующие катиониты и аммиониты. Шлам, который остается после очистки воды, отправляется в цех номер 2 на очистные сооружения. В прошлом году здесь было внедрено новое оборудование – итальянский фильтрпресс, который позволил повысить эффективность технологического процесса очистки источных вод. Количество плит на каждом фильтрпрессе – 110 штук. Каждая состоит из салфетки и подсалфетника. После фильтрации вода отправляется на повторное использование, а шлам на захоронение – как отход. Однако сейчас ему планируется найти более полезное применение, что позволит сделать процесс фильтрации безотходным и без вреда для окружающей среды. Экологический контроль и соблюдение природоохранного законодательства – важнейший аспект в работе Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1. За последние 7 лет на реализацию природоохранных мероприятий было потрачено свыше 1 миллиарда рублей. Еще один важный проект, который реализуется в этом году, – это внедрение системы автоматического розжига горелок на котлах. Она повышает надежность и безопасность оборудования, облегчает труд персонала и обеспечивает соответствующий мониторинг параметров режима котла. Все силы, средства нацелены на потребителя. А на станции разработаны большие инвестиционные программы. Согласно этих программ, мы их делаем и модернизируем, и расширяемся, и увеличим мощность. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век» в программе «Реальная экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова